Всем привет, с вами Силья, я рада, что вы заглянули на мой канал. Если вы сейчас находитесь в поисках мотивации, или же задаетесь вопросом, какую бы книгу почитать, какой бы фильм посмотреть, чтобы потом не жалеть о напрасном потраченном времени, то, скорее всего, это видео для вас, потому что я буду рассказывать про свои самые любимые книги и фильмы, которые изменили меня, изменили мою жизнь, они сделали меня более уверенной в себе, научили ставить перед собой правильные цели, правильные задачи и добиваться результата. Я думаю, что эти книги и фильмы могут быть для вас интересны, могут вам пригодиться, поэтому давайте начнем. Поговорим про книги, если вас интересуют только фильмы, я внизу оставлю тайм-код, просто открывайте описание, кликайте по тайм-коду и проходите на часть, посвященную фильмам. Что касается книг, то я не буду сейчас спойлить, я не буду раскрывать сюжет, просто расскажу, что я из них вынесла и что на меня повлияло. Первая книга это Таиса Финска Ивана Ефремова, я думаю, что многие про нее уже наслышаны. Знаете, она вошла в мою жизнь как нельзя более кстати. Мне было 16-17 лет, я была гадким утенком, закомплексованным да нельзя подростком. Мне в себе не нравилось абсолютно все, потому что в пору моей юности, сейчас мне 26 лет, были популярные, худенькие, чуть ли не истощенные девочки. И я пыталась соответствовать стандартам красоты того времени. Я сидела на диетах, я довела себя до расстройства пищевого поведения, у меня есть несколько видео на эту тему. И я все равно себе не нравилась. А когда эта книга попала ко мне в руки, когда я ее прочла, то я поняла, что женская красота может быть абсолютно разной. И мужчинам нравится разная женская красота. Вся эта книга это песнь женщине. И это просто нечто. Знаете, после этой книги я начала иначе к себе относиться, я начала ценить свое тело, я начала любить себя. И думаю, что для женщины это очень-очень важно. На самом деле книга про греческую Гетеру, которая жила во времена Александра Македонского. На этом все. Я вам больше ни слова не скажу про сюжет. Разве что очень-очень интересная книга и очень-очень захватывающая. Следующая книга это «Искусство любить орехофрома». Я даже не помню, как она попала ко мне в руки, но это уже было в сознательном возрасте. Благодаря этой книге я поняла, какой партнер мне нужен. Какого мужчину я ищу, и какой женщиной я должна быть для этого мужчину? Если вы сейчас находитесь на начальном этапе своих отношений или же начали замечать, что чувства остывают, что, казалось бы, все хорошо, человек вам нравится, но что-то уже не то, вы потеряли интерес, то срочно читайте эту книгу, поверьте, вы многое из нее вынесете. Любовь бывает двух видов. Плодотворная и неплодотворная. Конструктивная и деструктивная. Конструктивная любовь направлена на созидание, на развитие обоих партнеров. А деструктивная любовь направлена на обладание. Ты мой, я тебя никому не отдам, я хозяин. Так вот, если вы замечаете за собой именно вот эту вот любовь-обладание, то срочно меняйте ракурс, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Рано или поздно вы встанете перед фактом, что человек, которого вы так долго пытались завоевать, человек, который вызывал у вас дикий восторг в период влюбленности, сейчас он просто неинтересен и не нужен. Если вы хотите крепкую семью, здоровые отношения, то читайте. Третья книга — это «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери. Насколько мне известно, сейчас она включена в школьную программу, но я ее прочитала гораздо позже. Это «Ствоего рода антиутопия». Книга, которая приводит у вас к мысли, что, возможно, не все странные люди в вашем окружении действительно странные. Возможно, они и есть единственные нормальные люди в вашем окружении. И она не отпускает до последней строчки. Когда вы начинаете читать историю пожарника, который занимается тем, что сжигает книги, вы просто втягиваетесь до нельзя. И я эту книгу прочитала очень быстро. Просто не могла от нее оторваться, все мои дела отошли на десятый план. Я сидела, читала, читала, читала. Очень советую. Четвертая книга — это «Коллекционер Джона Фауста». И это история становления шикарного маньяка. Это психология в чистом виде. Когда вы берете эту книгу в руки, вас буквально засасывает в чужую голову, в чужие мысли, в мир, который для вас абсолютно непонятен. Я надеюсь, что непонятен, потому что маньяков у нас и так хватает. В книге нет никакого насилия. Так что не подумайте. Она очень даже такая мягкая. И вы можете ее прочитать, даже будучи в возрасте 16-17 лет. Интересная книга, стойщая книга. Книга, которая расширяет сознание. Книга, которая меняет сознание, меняет восприятие. И в очередной раз подтверждает, что в тихом омуте черти водятся. Пятая книга — это «Сестра Керри» Теодора Драйзера. Книга про девушку, история которой меня очень мотивирует. Эта девушка не святая. Она часто поступает непристойно в понимании того времени, да и в понимании многих нынешних людей. Она идет по головам. Она переступает через людей. Но в целом это милая, ранимая девушка, которая просто хочет жить хорошо. Она имеет цель, и она идет к этой цели. Она работает, она развивается. Из низов она поднимается наверх. И это не может не мотивировать. Так что если вы сейчас ищите какую-нибудь такую женскую мотивацию, которая подтолкнет вас к переменам, то я могу порекомендовать эту книгу. Теперь давайте поговорим про фильмы. Я не буду спойлить, рассказывать сюжет, просто поделить впечатлениями. Их будет три. Всего лишь три фильма. Первый — это «Трасса 60». Фильм, который я люблю просто пламенной любовью. Это для меня нечто. Когда мне чуточку грустно, я его включаю, смотрю, и получаю такой заряд энергии, такой заряд мотивации. Мне хочется что-то пробовать, что-то творить, что-то вытворять. Если вам сейчас хоть чуточку грустно, обязательно включайте и смотрите этот фильм, ваше настроение точно поднимется. И каждый раз, смотря этот фильм, я выношу для себя что-то новое. Такой лихо закрученный сюжет. Черные, червые, красные пики. Кто узнал эту фразу, пальчик вверх. Ребята, этот фильм не оставляет равнодушным. По крайней мере, он не оставлял равнодушным никого, кому я его советовала смотреть. И думаю, что вам тоже очень понравится. Второй фильм «Это всегда говорит да». Шикарная комедия с Джимом Керри. А фильм очень легкий на 1-2, ну максимум на 3 раза. Но мысль, которую вы оттуда вынесете, возможно, изменит вашу жизнь. Мы очень часто закрываемся в стенах своего «не хочу», «не могу». В стенах своего страха попробовать что-то новое. И боимся через эту стену выглянуть. Так вот, если вы сейчас именно в рамках такого состояния, то этот фильм может вам очень-очень помочь. Лишний раз сказанное «да» может просто-напросто нарисовать иную линию вашей судьбы. В моей жизни случались ситуации, например, история знакомства с моим мужем. Я просто пошла собирать мусор. Это была такая благотворительная акция в парке, мы убирались. И знаете, не то, чтобы я прям такой чистоплотный человек, не то, что я прям такая добренькая и все такое, но я просто сказала «да». И этот день изменил мою жизнь. И точно так же лишний раз сказанное вами, да, может изменить вашу жизнь. К худшему, к лучшему, неизвестно, но перемены это лучше, чем вот этого состояния, когда вы просто замкнуты и боитесь что-то сделать. И последний фильм будет не менее попсовым. Это «Матрица». Я смотрела его один раз. Я не очень помню сюжет. Кстати, надо будет пересмотреть. Я помню только тот момент, когда Нео на выбор предлагает две таблетки. Красную и синюю. Одна из них символизирует сладостные иллюзии, и приятную сказочную жизнь. А другая — это горькая правда. И на разных этапах своей жизни я задавалась вопросом, а какую таблетку выбрала бы я? И знаете, это очень здорово помогает понять ваше отношение к своей жизни. Я не буду сейчас даваться психологии и философии, но если вы выбираете иллюзии, значит вы просто в этот момент либо счастливы, либо же вы очень сильно боитесь перемен. Если вы выбираете правду, то это значит, что в вас восстает дух борца. И это очень-очень хорошо. Я не осуждаю ни тех, кто выбирает красную, ни тех, кто выбирает синюю таблетку. Ну, однозначно, ради этой сцены хотя бы этот фильм стоит посмотреть, если вы его не видели. Хотя лично мне еще ни разу не встречался человек, который не смотрел бы «Матрицы» хотя бы один раз. На этом все, ребята. Тема этого видео была выбрана очень спонтанно, неожиданно. Я не знаю, понравится оно вам или нет. Если вы хотите побольше таких книжно-фильмово-балтологических видео, то ставьте пальчики вверх, дайте мне знать об этом в комментариях. Напишите вашу реакцию на книги и фильмы, которые я перечислила, если вы их уже смотрели и читали. Также мне бы хотелось узнать книги и фильмы, которые повлияли на вас, которые изменили вашу жизнь. Фильмы, которые вы можете пересматривать, книги, которые вы можете перечитывать много-много раз, или же те, которые вы посмотрели и прочитали один раз, но они оставили свой отпечаток. Действительно, очень любопытно. А мы скоро увидимся. Пока-пока.